15 молодых людей, 8 девушек и 7 юношей строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник, а того, кто не найдет свою любовь, изгоняют. Здравствуйте, я Ксения Собчак. Я Ксения Бородина. И это телепроект «Дом-2», где одинокие сердца ищут друг друга. Вчера участники нашего телепроекта решили, что пара Саша-Нелидов и Солнца достойны того, чтобы поселиться отдельно. Сегодня мы торжественно откроем для них третий пятизвездный домик. Новоселы вместе с удобствами и желанным уединением получают также иммунитет на целую неделю. И это немаловажно, ведь завтра наши дамы снова заявят о своих симпатиях. И кто-то, к сожалению, окажется лишним. 22-й день телестройки. В нашем городке четыре влюбленные пары. Саша-Нелидов и Ольга-Солнца очень часто ссорятся. Они не скрывают, что любви между ними нет, и их отношения, скорее всего, можно назвать экспериментом. Несмотря на это, они все же решились занять домик для... Еще недавно Роман Третьяков говорил, что относится к Лене Берковой только как к любовнице. Но в последнее время парочка не расстается ни на минуту. Возможно, Лене удалось-таки добиться своей цели, и теперь в сердце Романа, кроме страсти, появилась еще и настоящая любовь. Ольга Кравченко и Оскар Каримов. На сегодняшний день они самая прочная пара в лагере. Но с каждым днем они все меньше и меньше общаются с остальными жителями городка. Ольгу Бузову пытаются очаровать сразу трое молодых людей. Стас Каримов, Женя Абузяров и Степа Меньшиков. Но Ольга пока так и не решилась создать пару ни с кем из них. Может быть, она втайне влюблена в другого парня? Это... Я... Ну, вообще не ревную, потому что... Почему же я не ревную? Ну, сейчас в данной ситуации. Потому что ты не делаешь никаких проявлений в адрес данного объекта? Ну, как-то... А что, мне доложили информаторы. Что? Может, ты никак не реагируешь. На что, на Ольгу? Еще меня там не хватало, вот как я все равно хочу. В делегацию Ольгу. Да, вообще меня там не хватало. И так уже там Степа, Женя, Стас. Мне кажется, если бы я начал реагировать на ее флю, то могло бы что-то получиться. А где у нас с тобой целом? Слушай, это здесь только что нет. Вот. Я их забираю. Подожди, как ты их забираешь? Так. В каком смысле ты ее забираешь? Это действительно... Нет. Вот это я забираю. Три фотки, три поцелуя. Стас, иди, ты знаешь, когда он... Что значит, что это здесь? Жалко, что ли? Нет? Нет, не лежал. Это тоже может. Ну, конечно, фотография. Ты ее тоже забираешь? Да. Главное это... Это как раз показывалось вам, как губы. Ну и что? Вот, вот это я хочу. Вот мы, мужики, дураки, а? Вообще, я удивляюсь. Да ради каких-то поцелуев делаешь сумасшедшие вещи. Что за фигня вообще на турнире творится? Куда мерцать, Катенька? Погодок. У меня нет! Катенька! 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 А! 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 Ну, конечно, не ассоциация на Лизу. Даже если что-то изменится со временем, взаимосвязываться не ассоциация. Вот в какое время тебе понравился Саша? Не сразу же ведь? Нет. Не сразу? Нет. А почему ты ему взаимосвязывалась? Человек только ему взаимосвязывалась. Подожди, ты ему понравился, Анастасия. Кстати, я сказал. Это я знаю. Как человек, может быть. Не, как тетка. Как тетка. Чувак. Я до сих пор нахожу мало подтверждений того, что я ему нравилась как тетка. А если бы ты ему не нравилась как тетка? Не знаю. Уже да. На самом деле, определила отношения я, когда за ним встала. Ну, ты не считаешь так? Ну, мама, я так не считаю. И так они вновь приступают к борьбе. Ни одна мускула не дрогнула на лице степи, когда он перевернул первый подгоревший блин. О, да, это железный человек. Мышцы его не напрягаются, и лишь пещеристые тела наполняются кровью. Резо выбрал тактику в ожидании. Он ждет, пока блинчики подогреются сами и не плюет, и не стоит, и не колдует над сковородкой. Сложно уличить в том, что блинчики подгорели. Только опытный глаз Резо может подойти и сказать, подгорели ли у Степы блинчики или нет. Резо подходит. Подгорели. И он, вон, на лице выверли. Подгорели. Итак, знакомьтесь, это ваш будущий санузел. Вот, сегодня мы с вами займемся потолком санузла. На фанерный лист мы кладем арматуру вдоль и поперек с промежутком в 15 сантиметров. Получившиеся квадратики связываем между собой металлической нитью с помощью реверсивного узела затягивателя. То есть у нас получится каркас потолка. Понятно? Который мы потом зальем бетоном. Все очень просто. Итак, сейчас туда поднимается Евгений. И туда поднимается Евгений. И туда поднимается Евгений и Насим. Насим, я не обязательно. Значит, как всегда, Оскар и Стас замешивают бетон. Остальные все таскают бетон, а не можно еще раз. Заливает Александр, Сергей и Степан. Насим, слушай, я не знаю, как залезть. Давай я тебе помогу. Это болезнь. Пойдем, заем ты куда-то стоишь. Жень, подожди. Давай лучше уговорим, что ты тебя сюда... Давай руку. Я тебя выдержу, Жень. А, не, иди сюда тогда. Куда-сюда? Отсюда залезешь. Задирай, пожалуйста. Отсюда залезешь. Да, точно. А разница в чем? Что-то офигня какая-то. Как ты сюда залезешь? Ну, не лежишь и залазить, но у тебя рук нету. Ногу задирай, и все, я тебя держу. Жень! Жень! Молодец! Молодец. По-моему, мы сломали стену, нет? Нет, это так, поцарапали. Я ничего не вижу такое. По-моему, мы стенку сломали, нет? Да. Фигня какая, не очень. 15 сантиметров должно. А вот здесь карматуры нет. Что делать? Делай это, детка. Давай, раз. Два. Три. Ну, давай. А вам не кажется, что у Сергея глаза велики? Саша, пять баллов. Хочешь сказать, что он страх? Нет, он дурах. С большими глазами просто. Я понимаю, что у меня огромный риск вылететь. Но при этом я не знаю, как подступиться. Тебе сложно с ними? Не... Ну, наверное, сложно. То есть не сложно, сложно в том плане, что они во мне видят то, что они видели в шатравке. В одном месте не может быть столько неординарных людей обычно. То есть в обычной жизни я уже, ну, как вот каждый из них, уже сами по себе выделяюсь. А здесь нужно выделиться среди выделенных. Это очень сложно. Я считаю себя сильным, но не сильнее их пока. Ты видишь, что тут есть явный лидер? Да. Это солнце. Как некрасиво. Вот за глазами создать других людей. Смотрите. Держи. Глаза будут уже говорили. По глазам, по лицу, по голосу. Слушай, а ты в детстве тоже мечтала быть прорабом на стройке? Нет, я никогда не думала, что я был прорабом. Сергей, вот смотри, а у тебя был в детстве конструктор? Ну, на свет лезет. А ты мечтал когда-нибудь из конструктора построить большой-большой дом? Где ты будешь жить со своим любимым человеком. Что мечтал построить? Большую-большую машину из конструктора. Я реально хотел построить вот из кубиков дом. Я строил только вот такой вот. Они тут и идут, что ж такое? А теперь у тебя будет большой дом, два этажа. Там Степан носится. Ну, явно, это сюрприз. Сюрприз Степан готовит. Ольга, а что опять, почему опять не на стройке? Кто? Степан. Ну, я говорю, сюрприз наверняка готовит. Ольгу же отправили со стройки. И Степу. И Степу. Вот эти интриганты, а. Да не говори. Все, там уже перекур. Уже перекур? Да. Слушай, я никогда это не выловлю, а. А что ты там говоришь? Это не лохмоть я. Да не надо, боже, крему. Ну да мне. И мне вкуснее. Вы, наверное, все с этим сталкивались, когда подходила к вам ваша вторая половинка, говорила, давай на время расстанемся, давай там не пообщаемся три дня, вот, давай еще что-то. А смысл этого всего? Это нужно? Действительно необходимо отдыхать друг от друга? Или, может быть, это знак того, что все? Ну, я за свободные отношения. Чтобы не было такого расставания, надо просто не ставить друг другу жесткие рамки. Я думаю, что мне не нужны будут перерывы отношений. То есть, если будут перерывы в отношениях вот такие, да, по договоренности, то я не думаю, что мне нужен будет такой человек. Ну, смотри, сейчас Александр дал понятие. Ну, подожди, я не договорю, а есть как бы две позиции, да. Если ради того, чтобы возвращаться к друзьям, просто вот именно сегодня, там у них там праздник, и я пойду один или одна, например, да, это одно. А если вот у меня три дня, в которые я делаю то, что я хочу, такое, я не знаю, ну, вернется потом этот человек, да. А кто сказал, что там нет измен, например, за эти три дня? Согласна. Ну, тут вступает в силу доверие. Ты должна доверять любимому человеку. Человек должен делать так, чтобы ему доверяли. А я не уверен, что мой человек, как бы, на самом деле любит только меня. Доверие не берется из ниоткуда, понимаешь? Доверие из ниоткуда. А как доверять человеку, если человек, например, в течение десяти лет, да, ты с ним живешь, он ни разу не изменил тебе, это как бы факт, но ты всегда его подозревала. И этот человек просто не может доказать никак, что он не будет изменять, потому что... Я не могу там не подозревать. А инцидента? Да, если в течение десяти лет не было инцидента, я не буду его подозревать в измене, это какой-то моразм. А в течение какого периода ты поймешь, что человеку можно доверять? Это видно по маленьким поступочкам, понимаешь? Это не обязательно должен быть секс с другим человеком, это по проявлениям. Если при тебе даже проявляется в легкой форме что-то, что может быть без тебя, в твое отсутствие? Вот и все. Вот это вопрос доверия. Евгений, что вы думаете по этому поводу? Отвращения должны быть чувственными. И один человек другого должен чувствовать. Иногда, когда видно, что твой любимый человек присыщается того, что ты слишком навязчив, это происходит, как правило, от этого. Мы рассматриваем именно отношения, где люди любят друг друга. А не когда мы уже живем вместе, уже достали друг друга и не знаем, как разойтись. И тут я придумал, как разойтись. Надо ей сказать, что давай мы десять дней не будем встречаться. Она увидит за эти десять дней, как она совершенно не заметила моего отсутствия, и я свалю от нее по-быстрому. Черт. Ты не расстраивайся? Расстроилась? По поводу. Ну что, ты не на работе? Да. Кто-то там паше, кто-то там готовится. Стасон паше, да, а ты тут на свидание с другим чуваком, да? Ты не расстраивайся. Тебе это нужно еще для того, чтобы проверить чувство Стаса. А зачем тебе это надо? Ты что? Нет, ну как, он будет ревновать все равно. Ах, уехала! Что такое? Что случилось? Где она? Где Марьевина? Ты какой-то... А что, я тоже хочу нормально выглядеть? Ну давай, запивайся ты-то скорее. Зачем вот это вот договоренность, зачем вот так формализировать, да, прям? А давай отдохнем. На самом деле, если кому-то из людей, например, мне, да, приходит такая мысль в отношениях, да, что я устаю немного от этого человека, я просто делаю так, чтобы мы не встречаемся какое-то время. И не надо об этом говорить. А я знаю зачем. Не надо чувствовать все время, потому что люди по-разному чувствуют. Надо иногда говорить. Скажи, что у меня сегодня дикий день, я на тебя весь день буду кричать. И человек, если он тебя любит, он поймет, и будет весь день слушать, как на тебя кричат. Он должен с этим соглашаться. Да, и это игра. На тебя покричали весь день, ты понимаешь, что это не со зла. И ты покричал. Крик вообще-то хорошо! Кричать, ребята, надо! Кто согласен с Александром? Нет! Мы согласны! Мы вчера кричали весь день, а вечером еще отливались водой! Он за тебя не долетает! А кто не согласен с ребятами? Может быть, Ксюша Бородина не любит кричать, как она мне заявила об этом? Вот это интересно! Солнце, ты не согласен с Александром. Да в чем? Скажи, пожалуйста. Ну, как бы в моей жизни был такой опыт, что несмотря на силу любви между двумя людьми, причем взаимные, да, когда негатива становится больше, отношения распадаются просто. Потому что, когда ты приходишь домой и вспоминаешь о том, что да, мне было очень хорошо с этим человеком, но это было 5 минут. А все остальное время мы провели в обидах, в ссорах. Потом начинаешь понимать, что тебе легче будет жить и менее больно в отсутствии любимого человека. Ты сказала, что вот там, типа, 5 минут, которые мы не ругались, а остальное все время ругались. Иногда бывает, что ради этих 5 минут стоило все же прожить с этим человеком. А когда ты полгода живешь, когда у тебя 5 минут добра, остальное все весь день... В принципе, это... Ребят, ну, вы сами сказали, для вас любовь, страдания, чужие выходите, заткнитесь и страдайте. Чореж. Да. Главный Степа поехал куда-то, а мне отказали вовсом. Мне кажется, это тебе не нужно, Стас. Ты не понимаешь... он тебя не понимает. Просто порядок, у нас не будет никаких предложений отношений. Чем нет. 15 молодых людей, 8 девушек и 7 юношей строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник, а того, кто не найдет свою любовь, изгоняют. Отмахите! Саша! Геняли, а! Я не буду башать! Они больные. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Оля, у тебя в жизни мечта или цель? Цель. Всегда? Почему не мечта? Нет, у меня присутствует мечта, исходя из мечты, я ставлю перед собой цель. Ты свои мечты исполняла? Просто, чтобы они сбывались? Ну, они не вот конкретно сбывались. Мечта, мне кажется, конкретно не может, что она так раз взяла и сбывалась. Это то же самое, что сказка сбывалась. Это, например, первый раз, наверное, произнес фразу «мечты сбываются». Когда вот, ну, я любил девушку, у нее был другой парень, и она его любила. Ну, как-то мы так все равно сдружились, и когда я ее поцеловал, когда я уходил, я сказала, что мечты сбываются. У меня была мечта это целовать просто. Это то же самое, что желание. Бойся своих желаний. То есть? Ну, бойся своих желаний, потому что они сбываются, когда это очень сильно хочешь. Почему не надо бояться? Потому что желания иногда могут быть не только положительные, но и отрицательные. Все, поиграли и хватит. Пойдем есть мороженое. Мое вот это. Бери вот так вот. Возьми в руку и давай, говорю, вот так вот в руку возьми. Вот я тебе буду говорить, какие у тебя качества положительные. Ну, вот я вчера Ксюша говорил, а ты говоришь, какие у меня положительные качества. Я тебе даю ложку и говорю тебе качество. Да, давай. Ну, ладно, начинай. Обаятельно. Веселый. Сексуальный. Нет, я не сексуальный. Почему ты не сексуальный? Ну, что тебя тогда мужики любят? Я не знаю. Ты не сексуальный? Я считаю, что здесь сексуальный. В жизни, да, здесь. Я считаю, что здесь сексуальный. Давай. Давай. Интелегентный. Ну. Милая. Милая, это неинтересно. Неинтересно? Какая сучка. Сучка. Ты что, Степ? Не надо мне, я не буду отъехать. Почему? Потому что. Ты не будешь? Есть шоколад? Смородный? Давай, давай. Смотри. Мы сейчас не будем играть в клубернат. Мы сейчас не будем их ларить и проводим. Мы сейчас с тобой поговорим. Это серьезная тема. Я думаю, что это тебе не нужно, Стас. Ты не понимаешь, он тебя не понимает. Это сама это прекрасно, знаешь? Ну, а кто меня понимает? Я. Как ты можешь? Ты говоришь, что с ним с тобой не общалась? Я тебе объясняю. Иди тебе еще раз говорю. Если выберешь меня. Тебе любили? Я тебя полюбил. Да. Это не может быть такого. Главное, Степа поехал куда-то, а мне отказали бы все. Почему тебе отказали? Слушай, ну все по очереди. Ты уже смотрю, ревнуешь. Нет, я тоже хочу. Но на самом деле есть к чему, мне кажется. Это отношение у них начинается. Да. Ну, а ты прям готов бороться за он? Ну, конечно. Я чуть позже приехал. Ну, Ольга, ты видишь, какая девушка? Она и сама каким-то образом провоцирует такое поведение. Я заметил. Смотри, вчера она с тобой целовалась, сегодня она со Степой целовалась. Она с тобой не целовалась. Ну, зачем она так сказала? Это не она так сказала, а Степа сказала. Специально? Конечно. Я все вижу уже в глазах, все это видно. Зачем Степе так вот такое говорить, если она значит, что тебе это будет не принято? Я вот не спрашиваю. Зачем? Я ей только что сказал. Зачем с тобой говорить неправду? Какую неправду? Ну, просто он целовался. Не знаю. Слушай, а ты не видишь, что ситуация будет как с Мариной? Сейчас просто тебе интересно, потому что она не твоя. А как только добьешься, так сразу потеряешь ее. Все так думают. И она так думает. Ну, докажи ей, что это не так. Ну, ты в своих чувствах уверен? Да. На сто процентов. Я их не могу просто проявлять. На сто процентов. Я могу проявлять их жизнь. Значит, ты не должен, понимаешь, сидеть и говорить, мы еще не решили, я не хочу настаивать, ты должен решить теперь. Зачем мы не решили? Я решила, а она-то не решила. Зачем я буду за нее говорить? Поставь ее перед этим выбором. Она выберет тебя. Какая ситуация? Ой, ну что, я не знаю, надо бороться за свою жизнь. Окей, все. Давай, я обязательно тебе помогу, ладно? Ладно, спасибо. Я не решила. Ты мне сейчас реально предлагаешь такую вещь, чтобы завтра я спала. Я тебе предлагаю договор. Да, да. Стас будет ревновать. Я не буду тебя ревновать. Я эгоист, я холодный расчетный личный человек. Я не смогу завтра встать за тебя. Вот ты понял, что со Стасом у нас много отношений потом? Да. Это естественно, и он это знает, и я это знаю. Да, он мне симпатичен. Я ничего про него неплохого не могу сказать сейчас. Но он настолько неинтересный, что ты смеешься. Я знаю, что ты об этом знаешь. Говори, 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 кто тебе нравится. Скажи мне, кто тебе нравится, и я на тебя буду смотреть совсем другими глазами. Просто, когда я это поняла, для меня основной это был шок. Да? Сашка тебе нравится? Сильно не нравится Сашка? Да. Ну-да-да, так, значит, тень, кстати, неспроста. А ты ему нравишься, как чувствуешь? Нет. Не нравишься? Поэтому он никогда больше не нравится. Мы сделаем интригу какую-нибудь. Зачем тебе надо интригу? Зачем тебе? Не надо ничего делать. Скобой, как все будет. Я завтра, я решила, за кем я уже завтра встану. За кем встанешь? За Сашником? Давай. А я бы встал за... На твою миску. Не с Сашей. Не с Сашей. Фу. Не надо без... Презренная. Фу. Презренная. Ну, считай так. Ладно. Я не буду говорить. Ты знаешь, я с Сашкой поговорю. Не надо разговаривать. Я не буду говорить ничего. Я очень тонко проведу. Не надо, пожалуйста. Я тебе сказала... Я спрошу, как он к тебе относится. Не надо ничего спрашивать. Ах, не надо. Суп, ну я тебе просто ничего... Ты хочешь любовь построить или дом выиграть? Ты хочешь любовь здесь найти? Тогда вперед. Завтра тебе придется сделать выбор. Я еще выбрала. Ты уже выбрала? Кого ты выберешь? Стаса. Стаса. То есть вы себе завтра заявите, как пара. А можно заявлять? Да? Ну, конечно, да. А ты этого боишься? Потому что ты хочешь его еще раз проверить, да? Ну, как бы не еще раз, а хочешь проверить. А почему ты в нем не уверена? Скажи мне, пожалуйста. Я знаю, например, что с ним... После проекта у нас не будет никаких предложений отношений. Почему? Просто он мне не сможет, например, такие вещи сказать, которые бы я не знала. Он мне не сможет ничего научить. С чего ты взяла? В плане, от чего ты хочешь, чтобы он тебя научил? Ну, не знаю. Не сможешь с ним обсуждать всякие вот моменты, которые меня интересуют, да? Чем отличаются там... Ну, в плане образования. Да. Тебе в этом плане сложно, да? То, что молодой человек, тебя глупее. А как собеседник, кто тебе интересен, Маш, и Майдер? Александр. Или вы? Тебе нравится, как собеседник или как мужчина? Собеседник. А если бы у тебя был выбор между... Если бы Саша был свободен, если бы у тебя выбор был между Стасом и Сашей? Как бы ты выбор? Мне не выдыхается. Слушай, вот смотри, как ты думаешь, солнце искренне относится к Саше? Нет. Мне кажется, тоже, что нет. Нет. Я это знаю. Сашка, все нормально у тебя? Нет. Почему нет? Ну, потому что мы вернули, что ли? Нет. Из-за Сашки. Он сам совести-то по-другому. Ну, сегодня мы гладили Лену по голове, например. Понимаешь? Мы, ты имеешь в виду, мы вдвоем были? Нет, не Лена. Скотина. А в домик ты с ним хочешь перевернуть? Да. Я не верю. Не, а что с ним будет в домик делать? Сама представим. Вы поприкалываетесь над обстановкой, над мобилировкой. А дальше что? Дальше как бы все пройдет, это там первый день. Ты что хочешь, что хочешь сделать? А что есть на самом деле? Ну, что ты молчишь? Я не знаю, чем мы будем там заниматься. Я знаю, что домик нам необходим, потому что сразу решился вопрос. Могу ли я вообще находиться вместе с этим человеком? Нет. А если вас запрехат, тоже надень, как он скоро с войны. У меня будет никто. Ну, я не знаю, вот это и интересно. Раз, два, три. Там есть кусок седа. Жизнь! Где поешь? Оу, беби, ех, камон! Зинаида. Зина, ты меня трахающая спопа, походу, делала. Оу, е-е-е-е. Е-е, беби, е-е-е, беби, е-е. Не упадешь. Ты там зацепившись крючком за меня. А, теперь по барабану мне по заднице. Да, да. Да, да. Ниже, 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 еще ниже. Вот. О, черт, а, о, да, е-е, а. Майна, клянь, у нас это фантастирш. О, беби. Не знаю, может, отложение солей какое-нибудь. Чуть-чуть, еще ниже. О, она у всех есть. Соли. Соли. Все, теперь погладим. Там. Угу. Угу. Не, она так сильно погладится, но не так, как сейчас, а так просто. Да, вот так. О, да. Е-е-е, беби, е-е. Все, только начинается, значит... Е-е-е. То, что она еще не определилась и может ищет кого-то действительно себе достойного. Меня никто не любит, меня никто не ждет, потому что я жирный урод. Уж на на 10, девчонок, по статистике 9, ребят. Ну, что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что. А, все, давай. Давай, позови. Так, и что? Позови ее, давай, не все. Скажи, вот вообще дело на миллион же. Быстрее, быстрее, быстрее. У меня, я волнуюсь. Раз, два, три, четыре. Все, уйдите, сгиньте в туман. Все, все, уходи, уходи, не сюда уходи. Настя, уходи. Вау. Да, у тебя цветочек пока, ладно, потом подаришь. Вау. Куда мы идем? На стройку. На стройку иду. Нужно же быть ближе к телу, так скажем, ближе к делу. Будете сидеть и любоваться на ваш будущий домик. Так, Ольча, садись. Моложное. Моложное. Классно. Это тебе. Спасибо. Буквально вот в лесу. Едем быстренько. Все, я вас оставляю. Удачи. Ты меня удивляешь. А что ты думаешь, дай-ка что-нибудь придумать. Помнишь как-то на второй или на третий день или на четвертый ты меня познал, там была клумба, написано, была Оля. Да, было такое. И ты мне, кажется, предложил. Ты помнишь? Да. Ну, повтори сейчас. Я тебе предложил стать моей спутницей в жизни. В жизни? Уже в жизни? Что-то затронуло это. Немножко, немножко. Ну, немножко. А теперь я по-другому думаю. Все-таки время прошло какое-то. Правильно? Я думаю, что нам можно попробовать. Да, ты чего? Да. То есть ты согласна? На одном месте, да. Мы объявим, что мы с тобой в парах. Да. Ну, просто я пыталась туда-сюда. Я сама не люблю неопределенность. Ну, я в тебе это заметил. А еще как заметил? Не люблю. А почему ты меня выбрала? А не, вот, например, с четвертой. Потому что все-таки он такой тоже галантный. Он сегодня тебя пригласил там на свидание. Уютный. Он умный. Ничего не говорю. Он умнее меня. Без базара. А может, опытнее в чем-то. Ну, в чем-то я опытный. Почему? Я. Потому что. Ну, почему, скажи. Мне интересно. Ну, почему? Ну, ты мне нравишься, потому что. Ну, ты сам. Я думаю, о доме не надо ничего говорить. Потому что, ну, вряд ли. У меня главное не дом. Ну, ты. Приятно это слышать. Мне приятно говорить. Вот и поговорили, да? Обещались. Мы сегодня обсуждали, да? Просто бородина. И все с бородиной началось. Если бы она так и не сказала, я бы ни за что не задумал, что я неплохо буду походить. Она говорит, я тебе не приставлю, я уходу ему, но тебе ни за что не хватит силы воли. Да. Нужна какая-то система. Нужен специалист. И когда спросили, а кто бы тренировал, кто вот, кому бы ворочим следить за тем, что ты так и делал. И вот она. Типа Оля будет делать из меня чулка. Ты не должен ради Оли делать. Ты должен прежде всего ради себя. Я не могу ради себя. В том-то это проблема. Что мне нравится быть таким. Единственная причина, я, наверное, не нравится. Из-за здоровья-то. Единственная причина, из-за которой ты можешь быть худым, из-за которой хорошо быть худым, это здоровье. У нас сегодня будет очень серьезное событие, очень торжественное. Мы открываем наш третий пятизвездочный домик. Давайте поаплодируем. Ну что, новые жильцы, пойдемте. Будем открывать ваше новое жилище. Давайте его пометим. Да, да, нужно же пометь с логово сначала. Да, сейчас мы вам наторчим там. Ну что, входите, ребят. Надо внести на руках. Нет, нет. Ну, где к Жиму там? Ну, как вам? Вау. 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 Ребят, вы видите, в африканском стиле, так сказать. Вот это ваша фамильная фотография. Видите, мы уже повесили. Сдвигать кровать будете? Да. Да? Ну давайте, сдвигайте тогда. Ну что ж, прям сейчас? Да. Все, нормально. Все. Ну хорошо, кровати уже сдвинуты. Теперь дело осталось за главным. Сдвинуть. Давайте, да, оставим наших ребят на пять минут. Выйдем, пусть они здесь освоятся, обживутся, поделятся впечатлениями. И мы вас ждем, ребят, буквально через пять минут на лобном месте. Все, что меня касается, да? Все, что тебя касается, все только начинается. Значит... У тебя с Солнцем, конечно, ненадолго, они серьезные? Они могут быть серьезными. Но и могут распаться. Не знаю. Мне нравятся наши отношения. У меня не было такого опыта общения. С предыдущей девушкой не было такого опыта общения, как с другим. Саша, ну это эксперимент получается. Ну да. А чувства? Мне правда, вот честно, у меня есть проблема, в принципе, можно это назвать проблемой, что там испытать любовь какую-то для меня сложную. Потому что я такой, как бы, разумный. Но ты же не любишь Солнце, правильно? Ты просто к мне еще, как бы, ну, пытаешься интерес, так скажем. А любви-то рано говорить. У меня... У нас... Причем у нас так... Была влюбленность, на самом деле. Ну, куда она делась? А она делась, не знаю, пока. Ты ухаживал за Ольгой? Ты пытался... Ну, вот, забыл за Ольгой. Почему Солнце вдруг начало ревновать? Она тебе понравилась, как девушка? Я мог бы ухаживать за Ольгой Бузовой. Если бы не было Солнце. Но я этого не делал, да, если бы не было Солнца. Но я этого не делал, потому что, как бы, для меня важнее отношение с Солнцем. А чисто поиграть бы в флирт, я бы с удовольствием. А у тебя есть влечение к Солнцу? Как Коле Бузовой? Нет. Политик, там же дяденька управляет. Ну, за пять минут вы не управились, я смотрю. Ну, что тебя касается... Или не касается. Или не касается. Ну, как вам, ребята, как вам ваше новое жилище? Рассказывайте. Все ли понравилось? Опробовали ли жесткость матраса? Давайте микрофон дадим ребятам. Ольга, дай, пожалуйста. Еще один, давай, быстрее. Как кровати, как... Нам больше всего аквариум понравился. Там человечки. А ваш фотопортрет? Да. Вы счастливы? Да. Да. Надо не так отвечать, вы говорите, мы счастливы. Женя, скажи напутственную речь нашей новой паре, пожалуйста. Ну, я желаю, чтобы вы не... Нашим старикам, так извините. Никуда и делайте там свои эксперименты друг над другом, так, как вы хотите. У нас будет все хорошо. Стас, я хотела тебя спросить. Вот скажи, вдруг Ольга примет решение в твою пользу. Вы станете парой. Ты готов будешь бороться с кем-то из уже проживающих в пятизвездочном домике за право заселиться туда? Ну, я думаю, это не главное. У меня достаточно того, что у нас будет единое чувство. Я буду этому рад. Степ, а ты тоже занимаешь такую пассивную позицию? Я не собираюсь воздушить что-то там... Ну, что если у вас что-то сложится, то тебе, в общем-то, не нужно... Да, у нас сегодня с Ольгой было свидание, где я почти уверен, что скоро придется бороться домик. Ты будешь бороться? С кем? Говори, Степ, ты боишься? Вот и с ними. Почему с ними? Почему бы и нет? Ты считаешь, самой слабой парой Роман и Лену, но они женаты. С ребятами, с Оскаром можно, с Ольгой пожили, и хватит сюда и другим пожить. А Сашу с Солнцем пока не пограли? Да, пусть пока поживут, конечно. Ну, а я хотела бы другую тему затронуть. Тему свиданий Ольгиных. Это вообще отдельная тема. Ольга успела на свидание и со Степой сходить, и со Стасом сегодня она с Женей ходила. И с Женей. Оля, как ты объясни свою позицию? Подожди, а сначала давай Стас спросим, как он на это все реагирует? Ну, в принципе, я в какой-то степени понимаю прекрасно, и сам в этом был в школе. Что ты понимаешь? Ну, то, что она еще не определилась, и может ищет кого-то действительно себе достойного. Ну, понятно. Ольга. Какая у тебя тактика, Ольга? Давай про твою тактику. Я, нет, про... У меня нет никакой тактики, просто Стас забыл еще кое-что сказать. Нет, это скажет Оля. Давай, Ольга. Все опять вернулось к тебе. Да, ладно, я скажу. Мы сейчас, здесь, в эту минуту, объявляем себя парой. Степ, прокомментируй ситуацию. Тут ты говорил о пятизвездочном домике, о заселении, а тут видишь, как все круто повернулось. Ну что же, молодцы, я очень рад за них. Ты будешь продолжать бороться, или ты отойдешь в сторону? Не знаю. Можно? Да, конечно. Я хотел что сказать. Я не чувствую никакого соперничества, и не чувствую игры проиграл, потому что играть с чувствами нельзя никогда. Я, ну, ни для кого не секрет, и что я Ольгу люблю очень сильно. Как известно, что в последнее время, в последние несколько лет я жил по принципу, меня никто не любит, меня никто не ждет, потому что я жирный урод. Так вот, здесь я понял, что из этой фразы следует убрать слово «жирный», как основной отталкивающий фактор. И поэтому с завтрашнего утра я начинаю работу над собой и своим телом. Под моим контролем. Под контролем девушки, которую я люблю, проводить свое тело к атлетическому состоянию. Поскольку за 21 год я свой мозг куда-то привел... Главное, чтобы, Женя, у тебя была сила воли, я еще раз повторяю. У меня сейчас нет силы воли, а есть сила любви. И есть, я думаю, что есть поддержка еще 15 человек. Я считаю, что это поступок очень достойный и сравнимый разве что с прыжком в бассейн холодный. Давайте поаплодируем, Женя. Сегодня Саша Нелидов и Солнце покинули общежитие, чтобы начать совместную жизнь в третьем пятизвездочном домике со всеми удобствами, предназначенном как раз для таких вот влюбленных пар. Ну а завтра наши девушки снова выберут тех, кто им нравится. Кто-то скажет, что девичий поцелуй – это пустяк. Но в нашем телепроекте это самый верный знак внимания и симпатии. И я уверена, что каждый из парней дорого бы дал за один единственный поцелуй. Увидимся завтра на канале ТНТ. Это был телепроект Дом 2. Построй свою любовь. Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы. И щеки девушек горят, с утра горят румянцем. Пляши, девчонки стоят, сторонники, платочки в руках, где ребят. Потому что на десять девчонок, по статистике, девять ребят.